Совет по делам инвалидов объединяет всех, кто так или иначе вносит вклад в создание в Сочи доступной среды. На его счету уже целый ряд успешно реализованных проектов. Сотни улиц города теперь полностью доступны для инвалидов. В уходящем году Совет помог обеспечить эту категорию горожан парковочными местами. Улучшилась и доступность медицинских центров, оказывающих платные услуги. Работа в этих направлениях продолжится и в новом году. На сегодняшний день объективно город Сочи самый доступный город в Российской Федерации, потому что та программа по доступной среде, инфраструктуре, которая была осуществлена к Олимпийским играм в рамках международных зон гостеприимства, она сейчас только расширяется. И в этом году мы подводим итоги создания уже эталонных зон в городе Сочи. Все новые объекты доступности города Сергей Гринь проверяет на себе. Он объективно может объяснить коллегам по совету, что действительно нужно инвалиду, а без чего можно обойтись. Мужчина уверен, доступность должна быть не только на улицах города, но и в головах самих инвалидов. Очень много сложившихся социальных примеров, когда люди не имели пандусов, но тем не менее выходили на улицы, преодолевали те или иные препятствия. Опять же, это как цель и стремление человека развиваться. То есть можно сидеть и долго ждать, и неизвестно, придет та же самая доступность к тебе, а если придет, спустя какое время. И чтобы время не терять, надо все равно самому двигаться вперед. Учиться жить полной жизнью теперь инвалиды смогут с детства. С 2016 года особенные дети получат право обучаться в любом образовательном учреждении. Только за прошедший год доступными для инвалидов стали еще пять школ-курорта. Всего же в новом учебном году свои двери для особенных учеников откроют восемь сочинских школ.